Здравствуйте! В эфире новости на пятом канале в студии Екатерина Коптева. В самом начале коротко о главных темах выпуска. Бардак в центре города. Карагандинцев возмущают заброшенный объект на улице Гоголя. 149 населенных пунктов области подвержены угрозе подтопления. Уже в ближайшее время начнут проводить объезды в Верховье Фрек. Почти на 6,5 миллиона тенге цветного кабеля похитил рабочий дорожно-строительного предприятия в Карагандинской области. Это стало угрозой обесточивания энергоемких объектов производственной базы. В отдел полиции Ишетского района обратилось руководство предприятия, сообщает медиа-центр органов внутренних дел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего рабочего. Он дал признательные показания, что, воспользовавшись свободным доступом, вывез 110 метров силового кабеля с производственной базы. Злоумышленник надеялся обжечь изоляцию, а сердечник, состоящий из цветного металла, сдать в пункт приема металлолома. Полицейские изъяли вещественные доказательства и завели досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Бардак в центре города. Карагандинцев возмущают заброшенный в течение нескольких лет объект на улице Гоголя. Бывшее кафе превратилось в место сбора социальных личностей и стало представлять угрозу безопасности населения. А власти смотрят на него сквозь пальцы. Ирина Вобещевич продолжит тему. Карагандинский блогер обратил внимание на здание бывшее кафе «Феруза» на Гоголя. Оно уже давно у многих вызывает недоумение своим внешним обликом. Выбитые окна, расколоченные двери. Все это выглядит по меньшей мере странно на одной из самых оживленных улиц в центре. А то, что творится внутри, и вовсе изумляет. Можно снимать фильмы ужасов. Можно реально снимать фильмы ужасов. Полнейшая разруха и антисанитария не смущает всех, кто владеет заведением. А у такого объекта в центре города на лакомом куске земли не может не быть собственника. Сейчас его заняли крысы и асоциальные личности, которые справляют тут не только нужду, но и праздники, разжигая костры. Экстремальное и с легким доступом место притягивают сюда и детей. Собираются бомжи, портят облик города в общем плане. И опасно, конечно, выпивают в любом случае. И для граждан, которые проходят здесь, думаю, тоже какую-то опасность несет. Тут вот когда еще были стекла, года два назад, тут ВИЧи, конечно, и туалет, это организовали и ночлежку, и костры здесь жгли. Вот, все это здесь было. А сейчас, естественно, здесь уже сейчас холодно, все разгромлено. Светлана Чупретова тут справляла свой юбилей. Когда кафе называлось еще «Дракон». Живет неподалеку, и диву дается, как власти не пресекают и закрывают глаза на разгул безхозяйственности. Сейчас мороз и доносящиеся злобония не так очевидны. Потеплеет и мимо этого объекта будет не пройти. Загорится, начнут жечь, естественно, поблизости газ, дома, вот это все, и все, оно колыхнет или сложится. В отделе архитектуры и градостроительства отреагировали на жалобу после обращения. Действительно, строение по Гугле 64-1 принадлежит юридическому лицу. И согласно проекту детальной планировки, тут предусмотрено размещение ресторана, кафе, бестро, пивной, трактира или столовой. Согласно правил содержания и благоустройства территории, это юридическое лицо обязано своевременно производить работу по реставрации, ремонту. Да и что там, элементарно обеспечивать санитарные условия и безопасность, законсервировав объект. Дополнительно сообщаем, отдел архитектуры и градостроительства города Караганды направил письмо в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области для принятия соответствующих мер. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал. 149 населенных пунктов подвержены угрозе подтопления в Карагандинской области. Уже в ближайшее время начнут проводить снегомерные объезды в Верховье Фрек, а с 1 марта приступят к очистке водопропускных труб и мостов. О подготовке к паводковому периоду говорили в этот раз на совещании в Экимате области. Подробности расскажет Антон Александров. В основном поводка опасной в регионе является Шетский и Кракаралинский районы, говорит главный спасатель области. Там берут начало реки Нура и Шерубай-Нура, хотя не обделена вниманием и прилегающая территорию к руслу рек. Это Бухожирауски, Абайски, Нуринские и Шетские районы. В летний осенний период из 89 мероприятий, согласно областному плану инженерных работ, было реализовано 82 мероприятия. Всего было возведено и укреплено порядка 14 километров защитных дамп и валов. Проведена санация 17 километров паводка опасных участков русел рек. Для минимизации последствий паводков было построено и отремонтировано порядка 2 километров водоотводных каналов. Очищено чуть более 17 километров дренажных и водоотводных систем. Увеличена пропускная способность на 21 участке. Также произведен ремонт 20 водохозяйственных объектов и установлены локальные системы оповещения в 4 населенных пунктах. Акимам городов и районов надо будет сейчас оперативно вывозить снег, предусмотреть средства и по необходимости привлекать дополнительную технику. Коллеги, еще раз напоминаю, что для оценки готовности регионов по водковому периоду, но это и нам нужно, не только для оценки, а в целом, чтобы не допускать, у нас будут республиканские командно-штабные учения КОКЕ-2023 и планируется соответствующая проверка. В рамках республиканской дорожной карты по области провели санацию 7 километров участка реки Солонка, 3,5 километров участка реки Акбастау, а также укрепили существующие дамбы в поселке Габидена Мустафина. Между тем незавершенными значатся 7 мероприятий, говорит Мурат Катпанов. В Бухожирауском районе, к примеру, необходимо провести работы по возведению защитного вала в селе Белагаш и увеличению водопропускной способности на дороге районного значения Белагаш-Абай. В Темиртау стоит задача очистить каналы по улице Огородная, а в Караганде разработать проект по реконструкции перекрестка Таттимбета-Муканова и провести санацию реки Большая Букпа с последующим укрытием ее в закрытый коллектор. Из года в год объемы этих работ увеличиваются, и эффект от этой работы реально ощутим. Очень много работ было проведено на реке Солонка. 7,5 километров мы защитили рабочий поселок не только методом санации, но и методом возведения защитного вала. Работы начаты в Нуринском районе, близ села Шахтерское, где постоянно происходит размыва откосов дорог от поступления талых вод. В общем по области 149 населенных пунктов значатся в списке паводкоопасных. В ближайшее время начнутся снегомерные объезды верховьев рек. Проводить также будут и космомониторинг снежного покрова, а с начала марта приступят к очистке водопропускных труб и мостов. Новый уровень казахстанской промышленности Индустриализация 4.0 Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция Масштабный экспорт 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества Мировой потенциал Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция Сделано в Казахстане Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94% На предприятии создано более 600 рабочих мест Экология Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня Уровень газоочистки завода составляет 99,8% Карагандинский завод ферросплавов YDD В Караганди стоят настоящие крещенские морозы Отправлять ли в такие дни детей в школу? Почему отдел образования сообщает информацию только рано утром, выяснял наш корреспондент Третья четверть для школьников началась с мороза и гололеда Белые метели и морозы – обычное явление, не чужное нашей центральной области суровыми зимами Тем не менее, есть недостаток доставки сообщений о проведении урока в школе из-за неблагоприятных погодных условий Говорят родители Вот ЧС присылает, когда плохая погода, морозы и бураны, они присылают заранее и по несколько раз Отдел образования присылает рано утром, уже когда ребенка везет в школу, смотришь сообщение, что занятия отменились Или на усмотрение родителей, вот это вопрос непонятный Допустим, один ребенок, полкласса пришло, полкласса в школу не пришло А начинать новую тему учитель вдруг начнет новую тему, а полкласса не будет знать И второй раз начинать, ну это непонятно Сообщение о том, что это решение родителей не отправлять ученика в класс, также не ясно В этот день половина учеников класса будет в классе, а половина дома Учитель каждый день преподает новую тему, а ученик, который остается дома, не понимает программу Когда ДЧС еще с вечера предупреждает о штормовом предупреждении, что же мешает это сделать заранее отделу образования? На данный момент оперативная обстановка по области стабильна Объекты железного обеспечения работают в штатном режиме, дороги по всем направлениям открыты Вчера вечером с 9 часов было введено ограничение движения на общественные транспорты и дизельные транспорты Сегодня утром, как было доведено штормовое предупреждение по объектам, по организациям Сегодня утром мы передали в отдел образования то, что школьники переводятся на дистанционное обучение Мы связались с областным отделом образования, чтобы выяснить, отправлять ребенка в школу или нет в плохую погоду Нам ответили, что решение о приостановке занятий из-за непогоды принимается на основании приказа Министерства образования Оповещение об отмене занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями проводится с утра 6.45 до 8 часов для первой смены И с 11.15 до часу это для второй смены В связи с тем, что Караганинская область очень большая область по территориальности Единое решение принимать не можем с вечера Поэтому вся информация об отмене занятий у нас во всех социальных сетях, на социальных страницах управления образования А также отделов образования публикуются с утра Решение о том, должен ли ученик посещать занятия в дни отмены занятий из-за неблагоприятных условий Принимает непосредственно сам родитель и несет ответственность сам родитель Если же родители приняли решение о том, что ребенок будет идти в школу То школа обеспечивает его соответственно Школа открыта для всех Температура, ломота, слабость Казахстанцы продолжают жаловаться на заболеваемости ОРВИ и гриппом И отмечать более тяжелое течение болезни в этом году Некоторые даже связывают это с ослаблением иммунитета после вакцинации коронавирусом Как медики объясняют происходящее и что прогнозируют Ирина Вобещевич продолжит тему Повышение температуры тела, ломота, слабость Клиническая картина подразумевает это острый линит, танзелит, ларинготрахит, бренхит Иногда заболевания еще подключаются и к негативит Медики Караганды описывают симптомы сезонного заболевания Которое в этом году по-особенному косит население И не только у нас, а во всем Казахстане и даже мире Люди задаются вопросом, не связано ли такое тяжелое течение Казалось бы, обычной простуды с ослаблением иммунитета после ковидных прививок Придет разгар заболеваний Увеличивается количество вызовов по данной группе заболеваний Пациентам, заболевшим, уже рекомендуется носить маску Естественно, взять больничный лист, пролечиться дома и не заражать других Потому что это высококонтагиозная вирусная инфекция За два года пандемии и карантинных мер Многие соблюдали все меры предосторожности Поэтому заболеваемость вирусными инфекциями и простудными заболеваниями была низкой Пояснила вчера министр здравоохранения Ажар Геният В этом году, в связи с тем, что КВИ стал протекать в более легкой форме Отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом Тяжелое течение связано с тем, что люди два года подряд не болели Снизился иммунитет к этим вирусам С вакцинацией это не связано, сказала глава ведомства Министр здравоохранения пояснила, что во всем мире отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом Согласно мониторингу, идет постепенное снижение заболеваемости гриппом О чем свидетельствует снижение вызовов скорой помощи, поступления людей в больницы Из заболевания детей в детских садах и школах Однако, расслабляться рано Не рекомендуется пациентам, что самая главная рекомендация Заниматься самолечением в виде антибактериальной терапии Все-таки вызывать врача и прислушиваться к лечению врачей, рекомендации врачей Московский хирург дал мастер-класс для докторов областной клинической больницы Кандидат медицинских наук провел несколько малоинвазивных операций Теперь карагандинские врачи могут взять на вооружение новые методы работы В Карагандинской областной клинической больнице прошел мастер-класс кандидата медицинских наук Артема Гончарова Специалист из Москвы провел три операции у пациентов с патологией толстого кишечника Хирург показал, как делать лапароскопические операции Это тип хирургического вмешательства с наименьшим количеством разрезов Сейчас мы делали операцию по реконструкции То есть мы убирали эту кишку и восстанавливали естественную проходимость толстой кишки Для этого можно использовать классические методы, когда разрезается полностью брюшная стенка И мы делаем эту операцию Либо лапароскопические, когда эта вся операция выполняется через маленькие парковые Сегодня мы делаем лапароскопическую операцию Лапароскопическая операция при хирургии брюшной полости или онкологических заболеваний Позволяет избежать некоторых осложнений, говорит специалист Также малоимазивные операции помогают пациенту быстрее восстановиться после вмешательства И дают хороший косметический результат Такую практику планируют освоить и карагандинские врачи Конечно, это очень интересно Это показывает нам новые горизонты лапароскопической хирургии Во всяком случае, эти сложные реконструктивные операции на толстой кишке Которые мы ранее выполняли открытым способом У нас только два наблюдения лапароскопических Сейчас, я думаю, что после обсуждения вот этих нюансов Думаю, что у нас будет внедрено именно лапароскопические технологии При реконструктивных операциях на толстой кишке Очень серьезная вещь Артем Гончаров был в Караганде два дня За это время хирург провел три операции на толстом кишечнике Процесс работы транслировали для врачей из разных стран В режиме офлайн на операции присутствовали все врачи хирургического центра областной клинической больницы Казахстанские файтеры снова на высоте В Туркестане впервые прошел турнир «Алаш Прайд-79» На состязание собрались сильнейшие бойцы в 12 весовых категориях Подробнее в сюжете На видео карагандинец Ильдар Нурмамедов одерживает победу удушающим приемом над бойцом из Узбекистана Это случилось уже в первом раунде на второй минуте Ильдар – представитель бойцовского клуба «Войнах» А бой состоялся в рамках открытия профессиональной лиги «Алаш Прайд-79» в Туркестане Наш земляк выступает в легчайшей весовой категории 61 килограмм Съездили в Туркестан на турнир «Алаш Прайд» Встретили очень хорошо Турнир был очень хороший Хороший уровень бойцов Были бойцы из Киргизстана, Узбекистана, России Очень хороший турнир Соперники были хорошие Также я провел бой с соперником из Узбекистана Тоже достойный соперник Показали хороший бой В общем, хороший турнир был Хотел бы выразить огромную благодарность своему тренерскому составу Это Алгириеву Руслану, Каимову Саиду и Логинову Александру Которые готовили меня на этот бой Также хотел бы выразить огромную благодарность Нефедову Владимиру Николаевичу за помощь, которую он нам помогает финансово Спасибо большое Команда Караганды вернулась на родину из Туркестана Где прошел турнир по боям без правил За поединками наблюдали тысячи зрителей Выступили в международном турнире Элдер Нурмамеда у нас выиграл С России, с Киргизстана, с Узбекистана Со всех стран там были хорошие бойцы Более 15 клубов там участвовало Мы показали уровень Караганды Показали хороший бой Сейчас в дальнейшем плану у нас уже за пояс биться Через бой должен за пояс биться Уже разговариваем с манеджерами с ними Так, хочу поблагодарить Владимира Николаевича Нефедова И всем Атланте, всем тренерам всех Хочу поздравить за общую победу За большую поддержку Всех карагандинцев победу Хлесткие удары, болевые и удушающие Бои без правил поражают своей зрелищностью Тем более, когда речь идет о турнире такого высокого уровня В нем приняли участие команды Казахстана, Туркестана, Узбекистана и России Приехали поддержать, поздравить нашего брата Эльдара Он очень долго к этому шел, готовился Не знаю, если бы я так выиграл, бы не радовался Как за моего старшего брата Эльдара Это была последняя информация выпуска Спасибо, что оставались с нами Увидимся завтра До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин